Многих украинцев в Берлине рассердило спорное решение о запрете флагов. Были запрещены российские, а также украинские флаги. Вы видели изображение, как берлинская полиция конфисковала большой украинский флаг. Если оглянуться назад, возможно, это было ошибкой? Я хотела бы еще раз четко заявить, что мы никогда не запрещали украинские флаги в Берлине. Они разрешены. И здесь, перед нашей красной ратушей, тоже есть большие украинские флаги, как и в четырех других местах. Наша солидарность с Украиной безгранична. Однако, по рекомендации берлинской полиции, чтобы не было столкновений между различными группами, я заявила, что частные лица не должны демонстрировать флаг Украины. Конечно, представителям посольств, дипломатам было разрешено использовать флаги. К примеру, украинский посол также был с флагом Украины во время своего мероприятия. И это совершенно нормально. Флаги разрешены по всему городу, постоянно, но не в этих 15 мемориальных местах. И поэтому я считаю, что в целом такое решение было оправдано. После вторжения России в Украину в Берлине выросли общины, украинская и русская. Насколько велик потенциал для конфликта, даже помимо юбилеев? С какими проблемами вы сейчас сталкиваетесь? Берлин сейчас это действительно город, где всегда готовы помочь. Мы многое делаем для украинских беженцев. В пиковое время к нам прибывало по 10 тысяч человек в день. В городе уже зарегистрированы более 54 тысяч украинских беженцев. Но мы полагаем, что беженцев на самом деле еще больше. Украинская община выросла с 24 тысяч до более чем 100 тысяч человек за считанные дни. И это, конечно, сложная ситуация. И мы также видим, что у нас в городе есть большая русская община и без напряженности не обходится. И наша цель – поддерживать социальный мир в городе и помогать тем, кто в этом нуждается. В то же время мы не хотим, чтобы между различными группами возникала вражда. В отличие от 2015 года, есть ощущение, что сейчас многое для украинских беженцев стало намного проще. Доступ к центрам занятости, языковым курсам, социальным пособиям. Но есть также сообщение о том, что, например, афганские беженцы вынуждены освобождать места для украинцев. В сообществе беженцев есть ощущение деления на первый и второй класс. Что вы с этим делаете? Прежде всего, я хочу сказать, что есть большая разница с ситуацией 2015 года. Европейский совет принял решение о признании всех беженцев из Украины, о принятии их в нашу правовую систему так, как будто их процедура ходатайства на предоставление убежища успешно завершена. И именно поэтому они имеют доступ к рынку труда, доступ к социальным пособиям через агентства занятости и центры занятости. Это большое улучшение. Можно сказать, что сейчас мы учимся на ошибках интеграции. Дело в том, что людям, которые прибывают сюда, нужна перспектива. Они должны быстро выучить язык. Мы должны быстро устроить детей в детский сад и школу. И они должны иметь возможность быстро найти работу. Тогда у нас есть шанс интегрировать их, даже если они быстро вернутся обратно. Но тогда можно с пользой использовать время их пребывания здесь. И очень важно, чтобы мы с самого начала сосредоточились на интеграции.